Девушки отдыхают Девушки отдыхают Так вот, совсем недавно Новые ученики этой академии Принимали присягу А что это такое присяга? Присяга это клятва, которую дают Полицейские, военные и даже президент В торжественной обстановке Эти люди обещают служить своей стране И помогать ее жителям А что пообещали слушатели Полицейской академии Мы узнаем из сюжета Данила Сергеева Стать настоящим спецназовцем мечтают Многие мальчишки и даже девчонки Сегодня первый шаг на пути к этой мечте Делают 93 ученика Полицейской академии Они принимают присягу Произносить клятву юного полицейского Служу Российской Федерации В полицейскую академию Берут не всех желающих Есть ограничения по возрасту Учатся в академии с 8 по 10 класс После учебы они получают диплом Юного спецназовца Скажу по секрету Среди новобранцев этого года Мой брат Паша Паша, скажи, почему ты решил Пройти курсы полицейской академии? Потому что я хочу связать Свою жизнь с военным делом Полицейская академия даст мне Все основные навыки Для моей будущей профессии Тяжело ли учиться в академии? Как у вас с дисциплиной? Дисциплина тут на первом месте А учиться тут не сложно Если есть потенциал к этому делу Полицейская академия Работает в Чебоксархе уже 8 лет И является единственной в России Как же возникла идея Открыть такое необычное учебное заведение? Ну идея давно родилась Раньше была школа юного полицейского Сейчас работает академия Нам не все равно, кто будет после нас Поэтому мы растим себе смену И надеюсь, что из этих ребят Не только из тех, которые стояли в строю Но которые смотрят передачу Кто-то изъявит желание Служить Родине В том числе в наших рядах Чему учатся слушатели в вашей академии? Прежде всего они учатся быть настоящими людьми Хорошими людьми Им дают азы Юридических наук Специальной подготовки Учат обращению с оружием Учат приемам рукопашного боя Строевой подготовки Перед ними выступают И те, кто проходит службу сейчас И те, кто уже находится в запасе Но может поделиться своим жизненным опытом Поэтому ребята получают Разностороннее знание Надеюсь, что им интересно с нами Полицейская академия Не только готовит будущих спецназовцев Но и отвлекает подростков От вредных увлечений Думаю, в восьмом классе Я последую примеру брата Данил Сергеев, Николай Яковлев, Акилбупсер Настя, что ты делаешь? У нас маскарад Или ты решил превратиться в новогоднюю елочку? Ничего ты не понимаешь У меня дома очень много разных украшений И бальных платьев Так хочется все надеть и красоваться Но нельзя Да, ведущий новостей Должен одеваться строго по-деловому Вот именно Ничего Прибереги свой пышный наряд Для какого-нибудь бала Кстати, в Национальной библиотеке Недавно прошел шикарный Лермонтовский бал Михаил Юрьевич Лермонтов Родился 200 лет назад Когда люди еще не изобрели телевизор И уж тем более интернет Поэтому дети 19 века много читали А еще учились красиво рисовать Играли на музыкальных инструментах Осваивали иностранные языки Разучивали танцы Чтобы потом блистать на балах Это была очень красивая эпоха В которую порой так хочется вернуться Вот и придумали в Чебоксарах провести Лермонтовский бал Прийти на танцы и разучить движения вальса И полонеза Могли все желающие Показательные выступления Подготовили ученики студии Старинного инородного танца Мы учим их пластично двигаться Мы учим их приятно общаться На светские темы Мы изучаем историю костюма Изучаем историю танца В принципе изучаем историю нашей страны Историю Западной Европы То есть все это неотрывно от танца Предки Михаила Лермонтова Были шотландцами Поэтому на балу танцевали И старинные шотландские танцы А еще читали стихи поэта И вспоминали его трагическую биографию Автор знаменитых произведений Бородино, Парус, Мцири Погиб на дуэли Когда ему было всего 26 лет Интересно было развлечься так Расслабиться от забот всяких Хотелось послушать там Стихи Лермонтова самой рассказать Оказывается, 19 век Не так и далек от нас Достаточно надеть бальные костюмы Включить музыку тех времен И вот она, атмосфера сказки Софья Антонова, Андрей Шоклев, Акилгупсер Продолжаем литературную тему В Чебоксарах проходит городской конкурс Вдохни в книгу новую жизнь Ребята самостоятельно снимают ролики О своей любимой книге Задача участников конкурса Передать содержание любой книги так Чтобы ей заинтересовались будущие читатели Чтобы люди обязательно прочитали эту книгу А может быть даже и перечитали Именно это желание возникло у меня Когда я посмотрел ролик учеников 10-й школы Думаю, и вам, ребята, захочется перечитать книгу Алиса в стране чудес Итак, смотрим работу, подготовленную учениками 10-й школы Во главе с Костей Ивановым Нет человека, который не знал бы, что Алиса обнаружила в кроличьей норе Но вспоминает ли кто-то о том, что осталось снаружи А другой, невыдуманной, но не менее удивительной стране Викторианской Англии Эта сказка была придумана для 9-летней англичанки Алисы Лидл 150 лет назад профессором из Оксфорда Чарльзом Додшессоном Отражение викторианской эпохи Мы видим в веселой неразберихе и путанице сказки Ах, боже мой, боже мой, опаздываю Даже белый кролик опаздывает не случайно В середине 19 века каждый английский город жил по собственным часам Какие часы точнее? Те, что стоят на минутку, или те, что стоят? Остающие часы показывают точное время 20 суток Часы, отстающие на минуту в сутки, следует сейчас пока точное время только через 2 года Я согласен Все, я ухожу В Англии говорят, безумен, как шляпник Многие викторианские болванщики, то есть шляпники, действительно были не в своем уме При обработке ветра, из чего делали шляпы, использовали ртуть Это опасное вещество вызывало отравление и галлюцинации Скажите, пожалуйста, зачем украсить эти розы? В истории Англии было время, когда из роз их прям можно было лечиться головы В 15 веке две ветви королевской династии боролись за английский престол Символом дома ланкастеров была алая роза, а юрков – белая Голову с плеч! Голову с плеч! Котам на королев смотреть не взбраняется Это старинная английская пословица, значившая, что не все запрещено простому человеку в присутствии знатного Она встречалась еще в книге пословицы в 1546 году Страна чудес будоражит воображение читателей во всем мире Прочтите ее, и вы узнаете, как знакомиться с королевой Почему не стоит творить фальшивый черепаховый суд Все это стоит знать, чтобы узнать, из чего выросла сказка Кэролла Кого увидела там маленькая Алиса Лидл и чему улыбнулась Вдохни в книгу новую жизнь, открой сказку заново Настя, ты чего молчишь? Дальше твои слова Похоже, у этого робота сели батарейки, или он просто выключился Так, где же наш пульт? Вы смотрите программу Акебусер Продолжаем выпуск Ну вот, другое дело Конечно же, мы просто пошутили И вовсе я не робот Но я не удивлюсь, если лет так через 10 Новости будут вести роботы Так как это чудо-машину Сейчас учатся собирать в школе Наш следующий репортаж подготовил Роман Филиппов Рома учится в 44-м лицее А еще посещает кружок робототехники Который тоже находится в этой школе Недавно в нашей школе появился новый кружок робототехника На этом кружке мы вместе с учителем информатики собираем робот А потом программируем его Данил, скажи, долго ли ты собираешь своего робота и что он будет делать? Я его собрал за один час На моем роботе установлено два датчика Это датчики освещенности Вот они Между ними проходит черная линия Если один из датчиков входит в черную линию, то он поворачивается и идет дальше по заданной траектории В прошлом году я видел, как старшеклассники занимались роботом И мне тоже захотелось Поэтому в этом году я решил пойти на этот кружок Я собираю робота, которого мы назвали луноход Пока что он будет просто ехать, а когда я поставлю следующий двигатель После того, как он будет падать, он будет вставать обратно на эти колеса Мне, естественно, нравится процесс самого программирования, а также то, что у нас получается в результате Кружок робототехники – полезная штука Занятия тренируют ум Чувствуешь себя настоящим изобретателем Со своим роботом даже можно поехать на конкурс Владимир Михайлович, скажите, а на какие конкурсы ездят ваши ученики? В прошлом году было три конкурса по робототехнике Это первый конкурс был конкурс по линиям Там наши дети как раз участвовали и выступили вполне достойно Потом были конкурсы по лабиринту и по сумму Мы строим роботов из Лего, а из чего еще можно их сделать? Что из робот? Робот состоит из двух компонентов Это, во-первых, аппаратное обеспечение Во-вторых, это программное обеспечение Можно, конечно, создать робота из разных микросхем С помощью сварочных и сварильных аппаратов Но, во-первых, для этого нужно хорошо знать физику и разбираться в микросхемах Поставить потом цикл А мне остается добавить, что строить роботов совсем непросто Ведь нужно хорошо знать математику и понимать язык программирования Роман Филиппов, Андрей Спиридонов, Акил Бупсер А сейчас мы хотим напомнить, что наши коллеги, ведущие детской программы Бухты-барахты, пригласили в Чебоксары своих друзей в детскую музыкальную группу «Барбарики» Самый яркий и очень необычный мультконцерт «Что такое доброта» состоится 9 ноября в ДК «Тракторостроителей» Приходите веселиться всей семьей На сегодня это все Мы всегда ждем от вас новостей Пишите, звоните И всегда смотрите самую серьезную детскую передачу Акил Бупсер До свидания Так хочется все надеть и красоваться, но нельзя Ваня, вот ты все испортила, зачем сказала, нам же так только да бус, бус, бус Настя, ты, во-первых, забыла бусы снять Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова